Томаса ждало самое главное испытание. Исполнив волю Конрада, он отстоял независимость Хаммерфолла, но теперь должен был ответить за свой выбор перед Императрицей. Томас Волк! Именем Императрицы Кайлы Сокол, сложи оружие! Сдайся, и я сохраню тебе жизнь! Мне лез на твое предложение, но, увы, у меня гости. Ты так жаждешь отдать свою жизнь за горстку орков? Ты безумец, как и Старый Волк! Императрица великодушна! Очисти улицы от орков, открой ворота, и будешь прощен. Дважды повторять не стану. Томас искал совета у союзников, и я была среди них. Как и его дядя Конрад, он выслушивал всех, и потом принимал решение. Дебили мы Хаммерфол. Ну и назначили Имморил, в принципе, там главные. А теперь пришли, так сказать, на покаяние королеве императрицы. Ну что ж, давайте посмотрим, что она нам скажет, кто это вообще Имморил. Давайте посмотрим, что нам ответит Имморил. Императрица требует, чтобы я сдался. Мне жаль, что так вышло. Если откажусь, предам отца свой дом и империю. Конрад указал тебе путь. Слушай сердце. Они назовут предателем и его. Он поступил по совести. Теперь я знаю, что я дочь драконьих кузнецов и свободный житель Хаммерфола. Конрад сделал то, что считал правильным, а не то, что ему приказали. Я знаю, кто я. И должен сам выковать свою судьбу. Я здесь благодаря Империи. Но теперь я выбираю свой путь. И действительно, почему бы нам не выбрать свой путь? Я думаю, это вполне себе нормально. Так, задание перед бурей. Давайте-ка посмотрим. Поговорить с Эллой, поговорить с Белашей. В общем, нам нужно со всеми поговорить. И мы получим реликвию. Нагрудник хранителя. Плюс 4 к защите. И все дружные отряды получают на 30% меньше урона от магии света. Ну, кстати, довольно-таки недурственно. Недурственно. Давайте все-таки поговорим с Белашей, этим бесстрашным орком. Только я, наверное, у него руду заберу. Ему же это, я думаю, не нужно. Боюсь, битвы не окончены, Белаша. И, как и раньше, мы в меньшинстве. Орки будут сражаться насмерть за рыцаря-волка. Знаю, друг мой. Да, естественно же, он будет сражаться за нас, за себя. Потому как мы им дали, грубо говоря, новый дом. И они нас, естественно же, не предадут, потому что дал он нам слово. А слово ворка, я думаю, это действительно многого стоит. Стоит ли нам собирать ресурсы? Фиг его. Знаю, давайте попробуем. Сразу собирать ресурсы. Так, кому она принадлежит? В принципе, союзнику она принадлежит. И с Элой еще поговорить можно. Ну что ж, я не против. Элой империи хочет вернуть Хаммерфолл, Элла. Они легко пожертвуют нами. Знаю. Прими дар от кузнецов. Наше лучшее оружие. Оно вам поможет. Ну что ж, Элла, спасибо тебе за дар, а что ты нам дашь? Ага. Нифига ты мне там артефактов навалила, господи. Неужели ты не боишься, что мы потерпим поражение, и вы потеряете эти реликвии? Проиграешь, проиграем мы. То есть, я последняя надежда, да? Эмм. Ну ладно. Чё бы, нет. Что на офигеть? 10 к лидерству, 10 к инициативе, шлем хранителя. Конечно же беру. О чем вы спрашиваете? Копье. Крушитель. Правая рука. Точнее, даже не копье, а что-то типа булавы. Даже молот. Огромный сияющий молот, зачарованной магией драконов. Крушитель предназначен для могучих рук орка. Ну я нифига не орк, но, блин, побалдеть таким вдарить вообще милое дело. Плюс 6 к силе, плюс 4 к инициативе. Офигеть. Серебряный клык. Плюс 5 к силе, 6 к лидерству. Давайте мы сначала все соберем, потом будем уже читать, наверное, отдельно. Так, руду мы захватим. И ресурсы соберем. Так, с этими мы всеми поговорили. Осталось только переговорить, кто у нас здесь. Сергей, слушай, я тебе уже меч засунул туда, куда подобает. Так, нужно сразу, наверное, выставить походную магию. Пригодится нам она в любом случае. Чем бы дело не обернулось. И у нас фактически полный комплект. Так, страж зимы, реликвия, щит. Пять к защите, пять к духу. Кстати, маны нам очень сильно не хватает. И поэтому он нам, я думаю, все это дело компенсирует. Большой щит с гербом дома волка. Изготовленный из очарованного металла. Щит выконван для Коннорда, волка и его семьи. Так, броня королевы. Почему-то королева, непонятно только. Шесть защиты, пять к максимальной удальностью перемещения. Великолепные доспехи, предназначенные для женщины. Когда-то Элла сражалась с демонопоклонниками, облачившимися в эту броню. Но это было во времена ее молодости. И теперь Элла решила передать доспех Эмарил. Ну, а Эмарил, соответственно, походу нам как-то это все решила отдать. Что же нам лучше? Шесть к силе, четыре к инициативе или шесть к силе, шесть к лидерству? Лидерства у меня дофигища. Давайте, наверное, инициативу возьмем. А мы его не можем взять. Понятно. А вместо чего мы можем? Вообще не можем. Тогда спрашивается, зачем мне его дали? Непонятно. Так, и шлем. На нем даже ничего не написано. Кто его выкопал? Выкопал, блин. Выкопал, конечно же. Что? Откуда он взялся? Здесь только стража. Ну, пойдемте, наверное, ответим Сергею, что он хочет. Сейчас он, наверное, я думаю, все-таки свое получит у нас. Так, на мне баф висит? Висит. Все. Можно выдвигаться. Кстати, у него тоже такие неслабые войска. Кстати, угрозы нет, будет вести переговоры, но все же. Итак, сынок, что ты решил? Вот мое послание Ее Величеству, лорд Грифон. Я, Томас из Хаммерфола, клянусь защищать этот вольный город от врагов. Отведите войска с наших земель. Или отвечаете за свои деяния. Обязательно мы найдем ему штандарт и объясним ему, кто здесь предатель, а кто просто свободный человек, который живет по душе и совести. В красоте душевной надо же жить. И мы получаем еще нагрудник хранителя. Блин. Да, я думаю, Томас вас не подведет. Ну, по крайней мере, мы постараемся это сделать. Кстати, Блэкс Фордж. Ё-моё, я опять получил дофигища героев и опять получил целая куча городов. Да что ж такое-то, защитник Хаммерфола. Сергею Грифону удалось бежать с поля боя при бухте торговцев. И присоединиться к огромному войску империи, который он повел в очередную атаку на свободный город. Остановите врага любыми средствами. Победите Сергея и его союзников. Не дайте врагу захватить все города и убить всех героев. Зашибись. То есть мне... О май гад. Это все, конечно, хорошо. Но блин. Так, 6 защите, 5 максимальной дальность перемещения героя. 4 к защите. А бонус какой мы получим, если оденем сила и лидерство? Ну так вот, наверное, все-таки как-то. На эти доспехи, может быть, кому-то все-таки передать я могу. Что-нибудь типа и марил. У него, кстати, другой немного мечик. Но тоже нифига не слабый. Войска нормальные. Что у тебя здесь по войскам? Тоже непонятные войска. Господи, я вот не знаю. То ли собрать все войска в одну кучу и атаковать. То ли что делать. Здесь изначальная магия есть. Немножко магии воздуха. Немножко добродетели. Магия света. И экономика. Экономика. Кстати, экономика вещь хорошая. Давайте-ка ее наместником назначим. Ежели у нее действительно экономика прокачана. Это, по-моему, круто. Так, ты около этого посереднего доема. Ну что за компании-то такие дебильные? Я вас умоляю. Это совсем дебилизм. Ей-богу. Они мне предлагают все вместе отстраивать. Как это сделать, не понимаю. Так, две руды туда. Бежать разведывать, по-моему, смысла никакого не имеет. Ох. Вот это печалька. Что из-за ангел стоит? Просто так. Налево пойдешь, направо пойдешь. Куда идти-то? Давайте-ка, наверное, побежим сюда. Все равно мы окажемся в одном и том же месте. Будут ли к нам войска присоединяться? Да хрен там они к нам будут присоединяться. Слушайте, можно забрать умерел все войска. И просто не дать подойти. Хотя я понятия не имею, где может появиться вражеский герой. Из какой подворотни он на нас может вылезти. И мне совершенно не хочется рисковать. Хотя там в заданиях написано, что нам нельзя все города потерять. Но все же. Даже небольшое количество городов, если честно, терять не хочется. Папа-папам. Так, по тридцатке сколько у нас стрелков. Фигня у нас стрелков. Ну ладно, все равно. Пускай будет. Команда Цельсия. Просто ждем. Они подходят, мы их убиваем. Если еще кто-то до нас дойдет. В чем я, если честно, тоже сомневаюсь. Что, турбалитчиков дальность какая-то стала большая. Надеюсь, поле боя, конечно, небольшое. Но все же. Так, ладно. В защиту, в защиту. Отходите ближе. Будем с вами разбираться уже в ближнем бою. Конечно же, они всех убивают. Вообще, в легкую. Ставим, ждем. Здесь мы ни до кого не дойдем. И волки тоже ни до кого не дойдут. А может и дойдут? Ну-ка, можно прыгнуть туда. Слушай, можно вообще на другой конец карты с ними убежать. Вот это удобная штука, конечно, если... Особенно вражеские отряды... Господи, собирай ресурсы. Не скачи просто так. Обладают большим количеством, так скажем... Ага, незначительное. А что они присоединятся? Ну, давай. Конечно же, нападаем. Сейчас нам каждая, блин, горка... Руды нужна будет. Просто не знаю как. Давайте-ка останем во наступление. И будем ждать, пока не дойдут. Ребята серьезные. Поэтому... Не все так просто будет. 085. То есть штраф по стрельбе одинаковый. Что туда стреляю, что сюда стреляю. Угу. Совки одного, наверное, мы убьем. Да. Отлично. Эти можно в защиту. Ждем. Перемещаться сегодня будем, нет? Угу. Куда-то они решили вниз. Эм... Или одного убьет, или ни одного не убьет. Ахахаха. Ахаха. Ахаха. 60-69. Жизнь у них не так много. Не. Давай к вам подождем. Ага. И я конником просто перегородил... Тупо маршрут. Ну-ка, волки. Оба-на. Нет. Не проканала. Но теперь-то мы их по-любому добьем. Угу. 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 Эм... Не, жалко мне волчонков. Защита, защита. И давайте-ка их расстреляем издалека. Вось помрут. Я на это очень надеюсь, что это именно так и будет. Ну, пожалуйста. Нет, нифига. Какие-то копейки жизни остались, но все же... Ммм... До волков они не доходят. Ладно, давайте встанем. А, может даже так. Нормально. Спокойно мы пока что проходим. Но это... Миссия явно будет не из быстрых и не из-за легких. Тысяча золота в день? Офигеть. Я фактически шахту нашел, только я ее не могу. Давайте-ка сделаем вот так и передадим, наверное, и Марил. Марил, ты там фигель стоишь просто так загораешь. Как бесполезно это. Это тебе штука не нужна, броня королевы. На, забирай. Что же я у тебя хочу забрать? Я хочу у нее забрать... Дальников, наверное. Честно, я у нее все хочу забрать. Но заберу только... Легионеров только у него оставим, я думаю. Хотя, зачем они ей нужны будут в таком количестве? Пожалуй, вот так вот сделаю. И передам ей кошель. И пускай сидит себе в городе. Так, а нужно ли нам крушитель? Орку, наверное, отдадим. Там же написано, что он предназначается для орка. По-моему, норм. Сейчас тут кое-какие ресурсы соберу. Так. Белаша. Новое заклинание. Ты еще заклинание учить можешь? Серьезно? Бля. А пусть будет из... А я даже не знаю, что ему взять. Давайте-ка пока отменим. У тебя есть? Та е-мое, господи. Если какая-то предрасположенность к магии, я аж заикаться начинаю. Нет, кровавая ярость, нападение, исследование. Все как у нормального орка. Какая нафиг магия. О чем я вообще такого мог подумать? Войска, в принципе, неплохие. Никогда еще не играл за орков. Но... Конечная точка. Отсюда кто-то, наверное, выбегать сможет и нападать на нас. Что, вы тоже хотите сражаться? Ну-ка, быстрый бой, что нам скажет? Что мы потеряем с вами одну форию? А, пофиг. Это самые основные войска, которые стоят сущие копейки. Время терять. Что-то я меня сильно-то не хочу. Так, и, пожалуй, заберем еще рудник. Так. Что здесь нам ты скажешь? Могу, говорит, построить магистрат. Магистрат, я думаю, мне по-любому пригодится. Так, Blackforge. Здесь почему я поселение орков? Что построить не могу? Сегодня в этом городе больше нельзя строить. То бишь, только так, да? Угу. Хитро. Хитро. Аббатство или смотровая башня? Конечно же, наверное, построим аббатство. Кстати. Это не наш основной городишко. Так, лаборатория. Вот это, я думаю, можно... Так, а быстрый бой? Угу. Не. Быстрый бой не проканал. Придется все делать вручную. Ну что ж, как обычно, расставляем войска. Интересно, какой... Какую армию... Ё-моё, нифига себе здесь так. Девять существ, коллапсы и прочая штука интересная. Ну что ж, давайте-ка мы им призовем. Элементалей? Пускай развали... О, еще есть элементалей земли. Все. До нас эти войска не дойдут никак. Налови. Элементалей земли это такая штука опасная. Причем реально очень и очень опасная атака в оборону. Если те войска начнут уходить... Нет, они, конечно же, будут стоять в обороне до последнего, пока не умрут. А умрут-то они уже скоро. Они же об этом не догадываются. Ну как не догадываются? Это догадываются. Но что-то как-то, блин... Смутно, видать. Так, 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 так. Везде какие-то штрафы. Да, особенно в лоб элементалей земли бить идеально. Ну, просто дальше не доходил. Поэтому никаких претензий к нему не имею. Даже манну тратить не буду. Манны, кстати, у нас вообще нифига не много, я бы сказал. Даже у нас мало манны. 13 элементалей. Видать, а белочка у нее прокачана, чтобы еще добавлялось 50 или сколько там процентов. Что-то я даже не знаю, кого расстреливать. Вроде тех хочется убить и этих. 7-10. Нет, давай-ка вот этот стак мы добиваем и элементалями уже идем в атаку. Так, просто идеально. И никого не потеряли. Вот видите, можно же всегда найти альтернативные пути. Так, что у нас здесь? Здесь у нас куча стрелков. И они тоже защищают шахту с рудой. Начинаем бой. Руда нам нужна. Города практически не достроены. Что же еще выставить? Может быть, свет? Давайте-ка мы где-нибудь вот здесь элементалей призовем. Ой-ой-ой-ой, как они сейчас обрадуются элементалям тени, которым даже отвечать-то нельзя на атаки. А здесь, пожалуй, разберутся уже у нас наши кирасиры. А ну что, ребятки? Начинаем умирать. Очень стремительно. И безжалостно. Что-то чувствую кирасир, я даже зря пошел. Все кончится много-много быстрее. Какие они отчаянные. Смотри-ка, ты выжили. Ну как выжили? Так, недобитки остались. Сколько я уже шахт захватил? Как минимум три, да? Руды у нас должно хватать. Так, где-то, наверное, еще здесь дерево есть. Только я не знаю где. Бабам-бабам. Оттуда, наверное, будет переть все-таки армия, которая... Так, вот, кстати, лесопилка. Нужно до нее сбегать. По-моему, все, что могли, построили. Всем кем могли, сходили. Единственное, что я бы хотел еще вернуть щит в руку. Пока не забыл это сделать. И, наверное, куда мы пойдем? Логово воров. Кстати, я бы на самом деле сходил бы туда, да, и посмотрел, какая армия против нас идет. Ибо это реально интересная тема. Так, магистрат. Поселение орков тоже магистрат. Чтобы у меня было золото, просто завались. Я мог нанимать везде и всюду армию. Как бы не нуждаясь в этом деле. Давай-ка логово волков построим. Потому что денег у меня уже не так много. Я бы сказал, даже у меня его вообще практически нету. Этого самого золота. Армия незначительная. Но, по-любому, они с нами не захотят. Просто так разговаривать. Никого не потеряли. Идеально. Всегда бы так. Ну-ка, 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 ну-ка. Пожалуйста. Так, лучше герой. Отлично. Золото в день 7300. Ужает. Хорошо. Тут пока что непонятно. Слизуазки, кстати, еще можно найти. Нас, я надеюсь, по времени никак не ограничивают. Нет. Победите Сергея и его союзников. Не дайте ворогу захватить всех города и убить всех героев. Нужно будет, наверное, в срочном порядке построить. Ох. Ё-моё. Чего тут только нету. Огромная территория. Карта немаленькая. И вообще нам нужно будет защищать вот эти вот гарнизоны, через которые будут враги валом просто валить. Торговить с артефактами. Нафиг он мне не нужен, если честно. Давайте-ка мы лучше золотишко будем собирать. Золотишко и всяческие ресурсы. Что здесь? Нормально. Руда пригодится. Так, это мы отвоюем другим персонажам. Ресурсы надо бы забрать. Угу. Нормально. Неплохо уже так. Такое начало могло быть, конечно, и лучше, но... Укрепление, укрепление. Кстати, аббатов могу построить. 10 руды просто отнимется сразу сходу. Но это сделать надо. Потому как аббаты вещь хорошая. Ихний прирост. Так, ну-ка, быстрый бой. Мы потеряли одну ядовитую виверну. Не очень сильное существо, но все же. Ладно. Закрываем. Будем, наверное, сражаться до последнего за какие-то более весомые потери. А что у нас здесь? Тут у нас берег. Здесь можно строить корабли. И это хорошо. О, это просто замечательно. Что нам элементали дадут? Немножечко опыта, я думаю. Так, это дерево мы... А, ну да, набегаем. Вполне себе. За 13 тысяч, блин, я бы нанял, если честно. Но у меня просто нету. Пускай я эти войска. Нет у меня, к сожалению, сейчас таких денег. Я все потратил. Я просто все потратил. Так, сюда бежать или куда бежать? Немножко джинов. Давайте-ка мы тогда... Да е-мое, и джины предлагают присоединиться. У нее что, дипломатия прокачана? Нет, дипломатия не открыта. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Это все, конечно, кру... О-хо-хо-хо-хо. Так, ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, для нас это среднее. Нам, знаете, как нужно? А как нам нужно? А добежим ли мы до нее? Подожди. Да, мы до нее добегаем. А добежит ли до нас Элла? Подожди-ка. Ну-ка, забери. Ты до нас добегаешь? Да, она до нас двигается. Шибись. Вот что я хочу от нее. Я хочу от нее войск. Вот так это уже выглядит довольно-таки серьезно. Да, шибись. Ну, я надеюсь, что... Ну, ладно. Собирай ресурсы, бегай. Беззаботной жизнью пока что. А мы разберемся вот с этим незваным гостем. Вот с этой Орной. 25-й уровень. Ну, войск не слишком много, но... Видимо, она маг. И сейчас нам будет пролетать просто магией света. Просто по КД. Так, так, так. Давайте-ка. Арбалетчиков сюда. Этих сюда. Ага. Ну, вот это нормально. Я считаю. А, е-мое. Десять ангелов. Вот это, точнее, Серафимов. Да чтоб тебя. С твоей долбаной магией света. Мне нужно было... Или я одел этот артефакт. Понятия не имею. Надо посмотреть. Так. Ну-ка на изготовку, ребята. Сейчас будем им... Объяснять, что они не правы. Так, что нас интересует? Стрелков, кстати, не так много. Они просто чисто нас немножечко подбешивать будут. Чё это ты там кастанул? Я не понял, аббат. Что это вообще было? Священной Империи. Чё-то он такое сделал там. Офигеть. Ладно, ждём. Давайте-ка мы всё-таки грохнем стрелков. Понизив им мораль. Причём хорошо. А вот здесь зарядим болтом по двум отрядам. Я сказал по двум. Ну, хотя бы так, что ли. А этих... Давай вот так вот. Тяжёлый болт. Даже по троим отрядам, по-моему, мы попали. Офигеть. Шесть, десять, шесть, десять. Давай-ка добьёшь, наверное, вот этих. Нет, нифига не убил. Слушай, этот болт чём прошибает задние отряды просто так. Пронзающий выстрел. Офигеть. Можно даже не тяжёлым болтом было атак атаковать. Ладно, защиту. Ждём. Ладно. Придётся всё-таки... Держать оборону. Кому-то решишь выстрелить. Да вы задолбали просто моих юстициаров выносить. Что они вам так дались-то? Нет, я жду. Иначе сейчас, если я кинусь на них... До нас просто дойдут ангелы и все прочие войска. Сходу. Чёртовы волки не могут пройти вот из-за этого пенька. Идеальное убежище. Пенёк. Возмездие из броник света. Слова ободрения. Охренеть, чё он на него там только не положил. Каких заклинаний. Да ё-моё, ну ты ещё убей. Говнюк ты такой эдакий. Так, что нам нужно? Что нам нужно атаку? Давайте-ка в наступление. Анусь. Кусь. Зашибись. Вот. Вот это другое дело. 4-6. А с удачей ещё и побольше. Девятерых ещё и пр... Что это нахрен было такое? Возмездие наносит урона от маги свет в любом существу, атакующий данный отряд. Вот ты говнюк, а. Контратаки не будет. Зато у нас будет в ответку прилетать. Вот этим возмездием. Нихреновая магия, я вам скажу. Нам бы, если честно, его расстрелять. Или ангелов. Я вот даже не знаю, кого. Пока что... Дифкат урона вообще копеечный. Ладно, давайте я убью вот это существо. Ага. Охренеть. Даже стрелки огребли, блин, от этого долбанного возмездия. Вот это лол, прикинь. Я в шоке. Ребята, я реально просто в шоке. Так, ты пронзающим своим выстрелом. Ну-ка, вот эти вот все войска. Ага. Стоять. Мы ещё своих конников зацепим. Да. Вот это печалька. Так, я сюда перемещусь. Встану в защиту. А, есть и цары, есть и цары у нас. Куда встанут? Здесь до них не будет доставать. Вот сюда встану. И в оборону. И пускай нападают. Все-таки они решили моего мастера меча похоронить. Офигеть. Всех волков за один удар. Ну да, чё я хотел-то? 10 серафимов. Что ж я хотел-то? О, вот это хорошо. А нет, плохо. Не спримчусь к крыльцу. Да иди ты нафиг со своей магией света. Да ну, полегче, братишка. Чё там творишь-то? Чё такой злобный? Зашибись. Потеряли. Нафигачу потеряли. Он тоже нормально сейчас огреб. Давайте-ка мы достанем, наверное, защиту. Хотя бы для ближнего боя. Пока у нас магией света не раздамажил всех. Отлично. Похребтини. Получил. Швездокие войска будут сейчас перейти. Ого-го-го-го. Ошеньки. Нету на вас возмездия. Теморализация тока. Там модификатор, он одинаковый. Ещё парочку ангелов забрели. Ой, отлично. Я бы сказал, чуть ли не идеально. Пошли вон отсюда. Долбанные серафимы. Дай-ка. Сюда разряжусь разок. Ага. Там же ответный выстрел. Ты два раза-то ведь не отвечаешь. Нет. Два раза он не отвечает. Так, 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 так. Его отряды ходят. Его отряды ходят. Давайте добьём. Так, у нас будет больше шансов. Что мы сходим реально. Построение его. Шестерых убивает. Всё отлично. Героям завершим это дело. Блин, тяжкий бой. Однако. Кстати, мы получили дофигища всяких интересных штук. Магия к духу. Магия свет. Артефакты гномов. Чё только нет, блин. Ну войск мы потеряли. Очень много мы потеряли войск. Что же мне качать? А давайте-ка мы прокачаем по пересечёнке штраф, чтобы меньше было. Я думаю, эта штука нам пригодится. Бегать за всеми героями. Да. Наверное, так. Чё это за фигня-то? То есть налево пойдёшь. Фиг чё получишь, да? Ну ладно, хотя бы этот вход завалило. Оттуда больше уже ангелы, надеюсь, переть не будут. Но это очень тяжело и опасно. Вот сейчас я просто реально опасно бегаю. Если тут на каждом ходу будут вылазить герои, фиг пойми из темноты. Терра инкогнито, блин. Давайте-ка мы построим сразу что-нибудь. Чтобы отвлечься от происходящего беспредела. Кстати, Капитолий можно построить. Наверное, его и построим. Просто сходу Капитолий. Так, а здесь что у нас? Укрепления. Всё, строю укрепления. Надо начинать. Чувствую, ничем это хорошим не кончится. Поселение орков. Гнолы или же гарпии. Давайте-ка мы стрелков построим. Пускай у нас будет больше гнолов. Вещь хорошая. Кстати, красиво выглядит у них городок. Необычно, но красиво. Так, какие-то такие скалы разрушенные. Поселились где-то в пустыне. Так, быстрый бой, наверное, скажет, что всё фигня. И мы потеряем кучу стрелков. Ну ладно, давайте-ка самостоятельно сразимся. Возможно, что-то выправить удастся. А возможно, нет. Не буду утверждать. Что что-то у нас интересное получится сделать. Всё-таки это стрелки, которые ещё постоянно отвечают на удары. Пламенная решимость, боевой дух отряда увеличивает. Огненные стрелы, копейки, крызовой разряд. Тоже фигня. Короче, всё это вата. Единственное только пламенный вот этот... Что он увеличивает? Боевой дух. Ай! Пламенную решимость сейчас на них. Костанём и идём в атаку. Опа-на! Едкий плевок те. 18 дамаги мы получили. Кстати, она ещё регенерирует 20 единиц здоровья. Офигеть! То есть, если её не грохнут, а я надеюсь, её не грохнут. Так, ждём. И нам нужно раздамажить. Нам нужно раздамажить вот этих. Чтобы они не могли стрелять. Не могут стрелять. Значит... Что? А, то есть, ты ещё хочешь куда-то перебежать? Не, не надо. Ну, тогда добиваем. Ежели у тебя боевой дух ещё хороший. Кстати, что у нас с боевым духом? Воодушевление, натиск. Дальность перемещений, кровавая ярость. Всё, стой на месте. Ну, ты-то хотя бы добивай. Ежели можешь. Защита, кстати, 4. 4 элементалята могут хорошо продамажить нашу. Виверну даже давай их грохнули. Ё-моё. Офигеть. Какие злые. Либо виверн, либо стрелков. Блин, выбор какой-то... Не особо-то в нашу пользу, я бы сказал. Что тут джин стоят? Ну-ка, быстрый бой. Хорошо. Никого не потеряли. Вот это вот меня устраивает. Зато отвоевали горку ресурсов. Немножко золотишки. Тоже нам не помешает. Блин, здесь... Пляжи вот эти открыты. Я уверен, что вот с этих пляжей к нам будут просто ломиться. Так, башня стражев. Увеличивает максимальное количество существ в обороняющихся этих. Хорошая вещь. Строю, конечно же. Blackforge. У нас ещё скидка на постройку там идёт. Благодаря герою. Так, быстрый бой. Давайте-ка мы их расстреляем издалека. По-моему, это идеальная тактика во все времена. Тупо расстреливаем и всё. Ты можешь... Ой. Уж он сам неплохо вламывает. Ждём. Мы просто ждём. И убиваем. Ой, хорошо. Как у него инициатива работает. Просто идеально. Точнее. Слушай, гноуты какие-то ватные. Ну, хотя их 60 штук всего лишь. Возможно, если бы у нас их несколько сотен было, было бы прикольнее. Если в данный момент существо не ведёт ближний бой, оно атакует с расстояния 1-й рожеский отряд, который будет атаковым союзниками в ближнем бою. Уронт от атаки снижен на... На точку. Эффект срабатывает один раз за раунд, не тратя ход существа. Вот это вот... На самом деле клёвый бонус. Так, всё. Защиту и добиваем. Вот. И никого мы не потеряли, собственно. А всё потому, что... Враги предпочитают подождать, а почему-то наш, видимо, компьютерный интеллект предпочитает сразу в атаку идти. Так, что мы видим? Видим... Речку мы видим только... Девять обелисков всего есть. Офигеть, как много. Ё-моё. Тут можно куда-то вообще ускакать. Так, Хаммерфол, Хаммерфол. Давайте мы строим аббатство. Пора, уже пора. Неделя заканчивается. Скала Виверн. Шахтерская... Шахта кентавров. Ой, я не знаю. Гильдия магов. Нафиг мне гильдия магов. Зачем вообще им гильдия магов? Ваши герои получают. Плюс 15 шансов вступить с переговорами. Это тоже хорошо. Шахтер кентавров. Блин. Пещера Василисков. Тут все можно строить. Обалдеть. Так, это пятеру стоит. Так, вот здесь дерево и... Дерево и золото надо. Пожалуй, построим вот это дело. Так, а здесь хранищик или ров. В день. Рандомные ресурсы нет. Пожалуй, это будет... Так скажем, город-добытчик. Так, орки у нас сходили. Практически. Элла, что же ты теперь можешь без своих войск? Я сожалею, что я все войска забрал. И практически всех у меня их завалили. Но ничего с этим не могу поделать. Я отбивался от героя. Томас подвезти не должен. Так. Сначала соберем все бесхозные ресурсы. А потом уже... Будем думать, что делать дальше. Кстати, вот еще один обелиск. Ну-ка, быстрый бой. Зашибись. Никого не потеряли. Идеально. Так. Вот уже хоть что-то видно. Здесь, судя по всему, то ли мост, то ли... То ли что это? То ли мост, то ли что? Звучит, блин, как-то... А, ну вот. Вот эта штука, по-моему, мы ее видим. Вот эту вот речку мы видим. То есть, как всегда, у Эллы где-то здесь вот... Скорее всего, закопана. Да, вот мы видим вот эту вот речушку. Мы видим вот эти вот... Штукенцы. То есть, как-то вот так вот карты есть. Ладно. При ближайшем рассмотрении мы уже посмотрим, что там еще есть интересного. Так. Стрельбище мы строим. Как зашибись то, что у нас есть наместник. У которого есть градостроитель. Что мы можем два раза за ход строить. Что же нам еще отвоевать? Ну, нужно отвоевать, конечно же, ресурсы. И контролировать вот эти входы-выходы. Никого мы не потеряли. Тоже идеальный бой. Очень меня радует, когда так происходит. Так. Все это мы захватили. Вампиры. Я думаю, вампиры тоже идут нафиг. Быстрый бой проканает. На них нет. Кстати, да. Нам уже вампиры даже не страшны. Офигенно. А вот с аббатами... 30 косарей. 60 аббатов. Не, даже не аббатов. А как же их там было-то? Ладно, хотя бы захватили. Нужно все ресурсы отвоевать. Опа. Золотую шахту нашел. Томас. Твой выход. Может, не совсем его. Нет его, наверное. Потому что орк уже далеко ушел. И нашел какие-то артефакты. Что здесь? Ладно. Давайте-ка мы мимо пока пройдем. Я хочу... Да е-мое. Что же здесь происходит-то? А вот и портал. Магический врач. Тарачи, из которого можно перенести в другое место, чтобы вернуться. То есть мы, по идее, можем вернуться сюда. Просто можем вернуться сюда. Я надеюсь. Что это именно то место, а не куда-то нас там выкинет за 3-9 земель. Кстати, вот еще деревяшки лежат. Нужно, пожалуй, через Альц все прочекать. Иначе будет целая куча несобранных ресурсов. А мне это не нужно. Ну что. Здесь, наверное, тоже хранилище ресурсов. Давайте-ка его построим. А может быть, надо было все-таки строить войска? А может быть и нет. А может быть и да. А кто же знает правильный ответ? Я думаю, что никто. Не никто, а никто. Вообще никто. Так, лаборатория химика звездно-серебро. Я думаю, оно мне пригодится. И второй замок. Пусть будет смотровая башня. Почему бы нет? Так. И поселение орков у нас. Чем нас оно удивит? Все вражеские герои в землях получают минус 3 к магии. Вещь хорошая. Но мы построим, наверное, казарму орков. Пусть какая у нас больше орков будет. Вы можете выбрать специализацию. Ну, давайте выберем специализацию. Какая там у нас была магия света и магия... Изначальная магия у нас была изучена. У одной героини. Так. Блэкфордж. Поселение орков. Давайте-ка тоже изначальную магию. Вообще, можно было магию света открыть. Хаммерфол. Здесь ничего нету даже выбора, кроме изначальной магии. Кстати, призыв паруса шалас. Наверное, призывает корабль. Вот это интересное заклинание. Я думаю, мы им еще воспользуемся. И не раз. Кстати, можно же что-то построить. Что вот не хватает нам? 3-3-3. Что не хватает-то? Ой. Я ж не туда смотрю. 5. Драконии стали нам не хватает. Может быть, обменяем как-то? Даже можно купить, я думаю. Парочку-то. Кажется, золотишко есть. Зато будут истициары. Впоследствии, как мы их только улучшим. Так, укрепление. Приют Гориоз. Так, это все хорошо. Это все тоже отлично. Ладно, пусть будет скала Виверн. Не так дорого стоит, блин. Зато всю руду. Я просто всю руду угрохал. Гильдия воров мне нафиг не нужна. Портал построю. Пускай будет. И все. Как бы не хотелось что-то сделать еще, у меня не хватает ресурсов. Так, вот с этой конницей кирасирами, пожалуй, тяжеловато будет справиться. Я думаю, компьютерному интеллекту, я думаю, это мне будет тяжеловато с этим справиться. Так, так, вот так. Ну, как-то так. Ну, что ж, ребятушки. Я вас подожду. Ну, я думаю, вы подождете меня. Мы же взаимовежливые. Ну, рыцари у нас все должно быть по чести. Честь, по чести. Ну, пятерых нормально. Нормально выламывает. Куча батов выламывает вообще идеально. Четко. Я-то думал, какие-то проблемы с этим возникнут. Но нет. В легкую. Так. Ну, значит, ракшасы тоже идут нафиг тем же самым способом. Абсолютно. Ну, почему вас как-то перекидывает? Что за фигня? Я уже устал первоначальную расстановку войск делать. Все то же самое же получается. Ну, и начинается по старой схеме. Объединенное усилие. Падает еще одна пачка. И эта пачка тоже падает. Объолненно. Люблю такие бои. Которые, по идее, должны легко закончиться. Они так и заканчиваются. Все это не обременено. Кстати, может что-то мы... Так, сапоги исследователя. У меня сапоги есть какие-нибудь? Два к духу мне не надо. К магии мне не надо. К духу мне не надо. Десять к инициативу всех дружеских отрядов. Не-не-не-не-не-не. Ни за что не променяю. Потому что у меня там все твои бонусы. Они мне очень даже нужны. Давайте-ка мы еще отвоюем вот это дело. Тут, кстати, стрелков очень много. И, возможно, нам что-то хватит построить. Здесь что не хватает? Не хватает. Чуть-чуть золотишки. Чуть-чуть золотишки не хватает. На укрепление просто руды не хватает. Может быть, руду прикупить. Стоит-то это копейки. Благо, у нас три жидка есть. И, ну, как-то... Четыре-пять руды. Две пятьсот золота. Ну, нормально. Золото у нас прирост идет. Хороший. А что у нас будут укрепления? В случае внезапного нападения мы забьемся в замок. И будем там трястись от страха. Как бы нас не грохнули. Так, а почему я сюда не могу пройти? Ну, потому что потому. И здесь... Можем ли мы что-то разведывать? Давайте-ка проверим. Что у нас тут есть? Кроме золотой шахты. За ней мы сейчас, наверное, сбегаем. Ненавижу таким количеством героев. Просто ненавижу. Заберем. Деряшки. Разведываем местную территорию. Чтобы видеть врага, так скажем, еще на подходах. А не когда уже совсем с уши весла. Так, кентавры. Ладно. Идем в атаку. Идем в атаку. Идем в атаку. Сейчас и разберемся, кто круче. Ракшас или орки. Фигеть. Белаши и так неплохо вламывает. Так, троих. Три, пять. Нет, давайте-ка мы попробуем грохнуть целую пачку. Даже если всех не удастся убить, да. Мы пристрелим на одного Ракшаса больше, чем могли бы поиметь с этой пачки. Да вы так долго стоять будете. Давай-ка дизморальку получите вы. Отлично. Вот это я понимаю. Сразу бы так. Отходи ближе. Только главное, чтобы без инициативы. Так, двоих, троих. Контратаки не будет. Это хорошо. Хорошо, что гарпиями не отвечают. Ой, идеально. Двоих, троих. Нет, вот эту пачечку я убиваю. И на следующий ход. Эй, я не понял. Что за беспредел? Почему так? Потому что написано было, что мы их убиваем. Что-то не срослось, видимо. В каких-то расчетах. Или как-то я неправильно посмотрел, что ли. Да нет. Идея, должно было бы быть все нормально. Нанять всех. Ну, хоть что-то. Золотишко. Стоит ли нам отбивать этот портал? А фиг его знает. Нужен ли он нам? Вот эта штука к духу. Если только как опыт, грубо говоря. Ну-ка, быстрый бой, что нам покажет? Угу. Песчаная виверна и... И немножечко гарпи. Ну, почему ты теряешь на таких элементарных, казалось бы, битвах войска? Это же тупо. Был бы здесь какой-нибудь самообучающийся интеллект. Вот это вообще шикарно, по-моему, было бы, да? То есть, боев 30-50 сыграл по одной тактике. Тупо компьютер все это запоминает. И потом уже играет по аналогичной тактике в любых, как бы, ситуациях. Все. Вот вам и никаких потерь. А тут есть кто-то умер, там кто-то умер. Они еще, между прочим, сражаться... ...с этим долбаным Сергеем и целой империей. Я против императрицы в этой пошел, блин, шальной. Шальная императрица. Защита, защита. Давай, куда-нибудь ходи. Что? Что ты не можешь делать? Да ничего ты не можешь делать. Чуть-чуть опыта не хватит. Небольшая проблема. Я хочу посмотреть, что же у меня, кстати, есть возврат в город. Большое обольщение, молодцы, даже есть. В смысле? В смысле я? А, только с воды можно добраться. Понятно. Все понятно. Слушай, а может быть реально этот портал ведет вот сюда? Но я не уверен, не хочу проверять эту улицу еще. К черту на куличке. Ищи меня потом. Неделя посвящена Богу Дракона Света. 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 Тебе посвящена целая неделя. Офигеть. 120 штук. Ладно, я бой начну. Чувствую, без потерь вообще никак не обойдется. Мы постараемся их хотя бы минимизировать. Хотя бы. Не говоря уже про все остальное. А ну-ка на изготовку, ребят. Так, ждем. Эти даже войска не дойдут. Убьешь ты всю пачку, нет? Отлично. Вот это просто шикарно. Хорошо. Просто идеально, я бы сказал. Ну и что вы мне сделаете? Ничего мне не сделать. У вас даже инициативы нет. Умрите. Так. Нам нужно как-то, я думаю, все замки одновременно прокачать. Ладно, пускай будут улучшенные войска. Это мы получили. Здесь мы отбили. И мне нужно сбегать за золотой шахтой. Но, наверное, через вот этих волков. А то, как бы, почему бы и нет. Блин, столько всего вкусного, я даже не знаю, что строить, что у нас это, хаммерфолл. Да хаммерфолл еще полгода идти будут. Поэтому я бы предпочел попробовать построить. Ладно, давайте-ка особо не тратиться. Каких-нибудь сначала лучников. Логово Виверн или пещера Василисков. Василиски, кстати, круче, чем Виверн. Это приюты Гриоз. Что тут только нет? Что здесь? Зол трофеев. 250 золота за каждую победу в бою. Ну, так-то нормально. Следующие три боя существу в армии героя получают плюс один удален с перемещения. И сражаясь мы получаем на 10% больше опыта. Ладно, в этих вот их штуку построим. Поселение орков. Орки у нас тут поселяются, понимаешь ли. Так, раз и... Пускай будут... Блин, нет, пускай будут аббаты. Вещь хорошая. Тем более мы их уже можем нанять. Как только у нас появится золотишко, здесь уже нас кое-какая армия ждать будет. Ну, кое-какая такая нормальная армия нас ждать будет. Так. Господи, сколько здесь всяких ништяков. Бежать нам оборону, получается, нужно будет через воду. Здесь как-то тоже, видать, вот эта вот моя территория. Да, видимо, как-то там тоже надо все это разведать. Только аккуратно. Может, я чувствую, ждет меня там засада. Какой-нибудь герой из империи захотит поживиться моим бренным телом. Ну, точнее, в смысле, с зерной там все дела. Так, вот. О чем я и говорил. Так можно не увидеть ресурсы. Кстати, а это нам принадлежит? Нам. А, ну, стоит ли выходить туда, тем более героям без... Ладно, если что, кровавое поле великих битв. Многие защитники Хаммерфола сложили здесь свою голову в борьбе за независимость. Давайте я заберу золото. И потом обратно. Такой же прытью пробежим. Как бы отсюда не... Ага, вот о чем я и говорил. Ё-моё. Ну, не так уж и много их, на самом деле. Караван. Кстати, это караван. А какого хрена? Куда он бежит? И какого хрена вообще они пользуются караванами? Что это вообще такое, кстати? Вот золото лежит около города. Нет. Буду я, пожалуй, через альфию разглядывать. Что? 24 тысячи за несчастных волков. Пускай идут с миром. Так. Золотишко. Здесь, кстати, еще тоже есть золотишко. Давайте-ка мы возьмем вот это. Костанем на себя чего-нибудь интересного. И заберем 4 тысячи золота. Оно нам... Ой, как сейчас пригодится. Я бы сказал, просто идеально. Волки. Идете вы куда-нибудь... Как приманка. Подальше. На изготовочку. Кстати, волки вообще могут добежать. Куда угодно, я так понял. Так, стрелки. Чтоб меня не раздражали. Инициатива будет? Нет, не будет. Жаль. Я бы хотел еще инициативу, но... Видимо, не судьба. Ой, тяжелый болт, как хорошо работает. Отлично. Томас, мы довольно-таки неплохо прокачали. Я бы еще вот все-таки средства поддержки как-то нормально выкачал, чтобы они могли реально какую-то конкуренцию, так скажем, составить. Умирают очень быстро, и дамага от них маловато. Я думаю, если топовое умение в этой ветке набор ассасин сохранится до конца хода, два ксиля. Нужна ли нам эта штука? Думаю, нет. А вот 4000 зол, ой, как пригодятся. Что я здесь вижу? Не посещалось. Надо посетить, если оно не посещалось. Так. Сплошные гарнизоны. Только успевай нанимать войска. Ну и все, наверное, от тебя толку больше не будет, и Марил. Езжай-ка ты в городок. Сядешь там, будешь охранять. Что, у тебя есть умение? У кого есть умение? Томас получил новый уровень. Офигеть. Я даже не заметил. Он как-то проморгал это умение. Вот если я вот эту штуку прокачаю, ледница огневой поддержки в армии этого героя трижды за один ход наносит урон по одной цели. Но какая-то огневая поддержка. Ладно, давайте прокачаю. Надо нанять баллисту. Вдруг она все-таки начнет стрелять. Да по три раза за ход. Да она еще какая-нибудь прокачанная после этого станет. Кстати, мы можем стараясь с залпочетом. Я, наверное, так и сделаю. Я все бабло просто волью в залпочетом. По-моему, это хорошее капиталовложение для будущих сражений. Потому как время у нас сумрачная сталь в день. Еще мне раньше не сказали, что такую штуку можно построить. Так, артиллерийские полигоны. Здесь можно улучшить башню правосудия. Почему бы нет? Кстати, Blackforge. Тут же еще что-то можно построить. Давайте все-таки артиллерийские полигоны застроим. Чтобы я мог нормально оборонять этот город. Так, куда этот долбанный? Ага. Вот о чем я вам и говорил. То, что через воду у нас сейчас будут гости переться. Господи, я надеюсь, у тебя сам Сергей пришел по нашу душу прийти. Ну, для этого-то не большая армия. А вот для этого-то она смертельная же. Ну-ка, в город. Поселение орков. Мы здесь забьемся. И будем крысить. И наймем что-нибудь. Первоначальное стрелков. А потом уже каких-нибудь виверн. И орков. И еще кого-нибудь. Я еще не знаю, кого нанять. И мне нужно срочно построить укрепление третьего уровня. Кстати, на следующий ход, если он до нас не добежит. Я надеюсь, он до нас не добежит. Так и поступим. Пожалуй, тоже сиди в городе. От вас, боюсь, уже толку сильно много не будет. Ну, а мы... Побежим куда-нибудь в эту сторону. Чтобы попробовать помочь... Хоть как-то... Нашему орку. Не хотелось бы его потерять. Войска там не сильно большие, но, блин... На золотишке не хватает скупить всю армию и отстроить нормально город. Но это очень плохо. Нужно было вставать, я думаю, в оборону. Или даже вообще ничего не делать. Потому как все войска здесь складываются с одного шота. Сейчас будут со всех сторон меня туда-сюда гонять. Просто размонсят. Так, кстати, вот для мореходов неплохой артефакт. Пока что нейтральная угроза. А пока мы по дороге к этому городу... Можно захватывать какие-нибудь поселения. А тем быстрыми боями уже... Вот эти войска нам точно никакой угрозы не представляют. Будем хотя бы захватывать их. Чтобы они могли... А что это? Тренировочный лагерь основных существ можно улучшить. Это, конечно, хорошо. Давайте по дороге все отвоевывать. Сколько? Еще один ход, я думаю. Мы до него доберемся. Возможно, я даже его разобью уже. Так, поселение орков. Вот, укрепление третьего уровня. А на армейку-то мне не хватит. Чуть-чуть орков я столько прикупить. Хоть что-то. Хоть что-то. Так, это мы через кого смотрели? Давайте-ка через... Нет, он все равно смертельная для нас эта угроза. Дебильная компания. Просто дебильная. Ненавижу. Я так играть. Это же бред. Все, все по городам сидят. Ну что ж, крутим. Ага. Ух ты какой... Пи-пи-пи. Чувствовал то, что... Походу у него пуканчик-то пригорает. Орки-то у нас тоже. Так, зал трофеев. Давайте-ка мы построим. Потому как... Воевать мы воюем с вами. Что нам здесь показывают? Просто нам показывают гарнизон или что? Или там кто-то просто рядом постоянно перемещается? Здесь можно построить аббатство. Стрелки нам пригодятся. И все. И фига больше построить не могу. Золотишко у меня тоже туго. Кстати, где-то здесь была золотая шахта. Вот она. Пока он оттуда ушел... Можно... Что вы к нам хотите присоединиться? Давайте мы принимаем их. Можно будет передать оркам. Отсюда, кстати, еще могут прийти. У меня там даже территория не разведана. Ну-ка, кстати, ты-ка этим и займешься. Белаша. А то сидишь, фигней страдаешь. Ганолов, забирай своих. Чтобы они мне мораль в армии не снижали. Надо разведать территорию. Собирать ресурсы, сколько там есть. Най-ка, быстрыми боями что-нибудь мы тут могем. Волки только помирают. Но их так мало. Четыре штучки. Так что вообще... Плевать. Тут даже потерь нету. Зато мы спокойно получаем золото. Что я еще здесь успею отвоевать, пока дойду до этой золотой шахты? Это все, конечно, круто. Чувствовать себя всемогущим. Пока у тебя есть армия. Но вот эти вот герои здесь абсолютно стоят. Они защищенные. И что я делать буду потом? Со всякими вот этими гамнюками? Я понятия не имею. Ну что ж, ребят. А продолжение мы увидим в следующей серии. Комментируйте. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Всем удачи. Всем пока.